Приветствую, дорогие друзья, с вами я, Frostfire, и мы продолжаем играть в The Long Dark, или, как можно перевести, опять же, длинная ночь. Ну, неважно, ночи здесь действительно длинные, мы продолжаем с того момента, на чём в тот раз закончили. Сейчас я выпью немножечко сока, может, даже газировку глотну, газировка Summit. Странное очень название для газировки, ну, неважно, ладно. Так, у нас ещё гвоздодёры всякие, блин, всякого барахла понабрал, вообще непонятно. Это приличная, лёгкая тужурка, может, мне её одеть или не стоит? А, она у меня и так надета. Окей. Так, поношенная старомодная пара, а почему у меня ничего не надета здесь? Давайте наденем. Не лишним будет, скажем так. Здесь что-нибудь есть? О, носки. Вторую пару носок, и нам бы что-нибудь ещё на голову напялить, поэтому я предлагаю вам, поскольку на улице всё ещё ночь, разводить костюм, ну, камин я не очень-то хочу по новой. Блин, а как-то я могу... Вот, допустим, палка, она... Нет, она не очень-то увеличивает шанс. Хотя нет, это просто книга очень высокий шанс даёт. Газетный рулон. То есть тут не важно, что я выберу, да? А спички? У меня только две пачки спичек есть. Ну, хорошо, ладно. Давайте попробуем... А я этот шкафчик проверял? Да, проверял. Я, по-моему, здесь всё уже проверил. Вот, я предлагаю посмотреть немножечко крафт. Например... Ну, например, вот изготовление... Ой, блин, не так. Во. Да ё-моё. Повязка, удочка, труд... Из палок можно сделать труд? Забавно. Ну, ладно. Факел. Повязка из старого висящего мха. Повязка, удочка. Давайте сделаем удочку. Хорошо, ладно. Надо как-то время скоротать, пока не посветлеет на улице. А спать я не могу, потому что я, типа, нифига не устал. Так, давайте посмотрим одежду. Могу ли я, например, скрафтить одежду, сшить? Нет? У вас нет одежды такого типа. А почему? Не могу... Изготовление... Журнал, оружие, аптечка. Шприц первой помощи. Нет шприцов. Одежда. Нет, это вызвать меню одежды. Изготовление. Видимо, мне нужен какой-то специальный прибор или что-то в этом роде для того, чтобы себе одежду сшить. Что, в принципе, логично. Не поспорю я. Вот, но... Надеюсь, мы его найдем в скором времени. Можно попробовать вернуться обратно. А, на верстаке, возможно, были... Да, возьму поношенные джинсы. Я, конечно, их вряд ли буду одевать, но... Из них, опять же, можно взять ткань. Кстати, насчет ткани. Предлагаю как раз надыбать нам ткани, чтобы непосредственно что-либо сделать для себя. Да, надо вернуться в тот гараж. Я, наверное, сейчас это сделаю. И попробуем там сшить себе одежду. Так, а я эту... А вот почему вот эту занавеску нельзя взять? Хотя, по идее, она там из каких-то синтетических тканей. Это не очень круто. Так, давайте наберем воду, потому что у меня закончилась вода. Конечно, есть там всякие у меня эти... Баночки там, типа кофе. Ну, точнее, не кофе даже, а там вот эти газировки, соки и так далее. Но, опять же, питьевая вода будет не лишней. Хотя она довольно много занимает... Хотел сказать, место, но не место, а она весит довольно неплохо. Так, если с собой полутора литровую бутылку воды таскать, или двухлитровую. Ну, я не знаю, какая у нее там канистра. И, по-моему, у меня заканчивается топливо в лампе. Черт побери. Ладно, надо будет добавить. А как мне заправить-то ее? Как заправить лампу? Стоп, это, наверное, вот здесь. Источник света. Вот. Аварийный фонарь, факел... Вот, аварийный фонарь. Нет, стоп. Как понять... Что значит разложить? Ой, нет, я его положил. Блин, я ничего не вижу. Где? Вот. Как мне его заправить-то? Скажите мне на милость. Видимо, его надо здесь выбрать. Вот. Действия. Ремонт. Из металлолома. Именно... Так, объем ремонт 30%. Навык в ремонте 60%. Временную починку. Шанс на успех. Давайте попробуем подремонтировать. Получится? Нет? Навыки выросли до 61%. Ну, это получилось. Так, ну давайте заправим. Запас топлива 1,75. Собрать. А, можно разломать, да? Ну, давайте заправим, хорошо. Мне фонарь еще пригодится. Я думаю, так что жалеть на него... Так, тостер. Нет, давайте разломаем тостер. Металлолом может пригодиться тоже. У, блин, громко-то. Тынь-дринь, такой звук. Нормально. Тык. Тут мне, кстати, нравится такая... Ну, не показывает, конечно, вот это действие, как все это ломается, там, пилится и так далее. Но звуки здесь реально сделаны очень хорошо. Так, ну и вроде уже на улице светло, даже фонарь особо-то и не приведется. Интересно, я могу как-то его убрать. Какая-нибудь есть кнопка какая-нибудь быстрого доступа? Не доступа, в смысле, ходкей, короче, чтобы убрать фонарь. Ну, чтобы он мне перед глазами не... Ну, хотя ладно, пофиг, пускай будет. Так, на улице холодно, но у меня... Нет, защиты от ветра уже нету. В нижнем левом углу показывают... Ну, в нижнем левом углу экрана, естественно. Показывают некоторые бафы или, наоборот, дебафы. То есть положительные, отрицательные эффекты. Допустим, там, защита от ветра, там, от воды. Или там вот у меня сейчас перегруз беленьким горит. Ну, беленьким это, типа, не очень критично, скажем так. Ладно, вернемся на заправку. Интересно, я могу через ангар зайти? Нет? Нет, не могу. Давайте вернемся. Посмотрим на верстаке, что я могу для себя сделать в плане одежды. Потому что мне не хватает еще... Немного... Это что, внешнее... Какое-то... Непонятно. Термобелье. Ну, в общем, в любом случае, надо что-то на голову, я думаю, нам напялить. Вот, для этого нам нужен верстак. Спальный мешок. Нет, спальный мешок мне нужен. Лук для выживания. Ого! Сухой молодой клён. Высушенные кишки. Нифига себе. Древко стрелы. Простая стрела. Нет, смотрите, стрелы мне не нужны. Мне даже шуба. Да лол. У меня нет таких. Волчья шуба. Штаны из оленей кожи. Обувь из оленей кожи. Варежки из меха кролика. Удочка. Леска. Крючок. Капкан. У, капкан есть. Высушенные кишки нужны. Где я вам их возьму-то? Фонарь. Повязкой стараюсь... Не могу я здесь ничего сделать себе в плане шитья. Что печально. Так, что у меня с голосом сегодня? Непонятно. Ну ладно. Металлическая полка. Два часа ты будешь ломать 500 калорий. Но зато 6 металлолома. Нет, меня интересует дерево. Могу я что-нибудь разломать на брёвна? А то мне нечем... Так, я могу коробку эту разломать. Но это не то, что мне нужно. Мне нужна древесина. А древесину я могу пока что только из деревянных ящиков добывать. Потому что у меня нет топорика. При помощи которого я смог бы, например, разломать какую-нибудь мебель. Поэтому первоочередная задача мне сейчас найти топор. Ну или скрафтить его. Скрафтить я его не могу. Как мы сейчас посмотрели на верстаке. Блин, для всякой вот этой фигни на верстаке нужны кишки высушенные. Так что... Ой, ветер. Блин, как она медленно идёт. Из-за ветра. Кошмар. Ужас. Вот, кстати, смотрите, забавная вещь. Допустим, если подойти даже против ветра, встать к стене. Вот. То, как вы можете видеть, опять же, слева внизу защита от ветра. То есть меня ветер сейчас особо не задевает. Вот. И я, кстати, быстрее хожу. Допустим, сейчас выйду на ветер, начну ходить медленнее. Вот. Видите, я так замедлился внезапно. То есть... Видите, даже такие мелочи присутствуют. То, что откуда дует ветер. С какой силы он дует. И как вы стоите по отношению к этому ветру. Нет ли каких-то преград. Да. И если есть, то значит, что вас ветер уже не сильно задевает. И не влияет особо на ваше передвижение. Я вот смотрю, там хвороста очень много. Может, мне туда сходить. Вот. Так, давайте посмотрим. Я, по-моему, вот... В этом доме я был или не был? Я что-то понять не могу. Что-то я заблудился немножко. Вот. Единственное, только вот этот хворост сейчас собирать не особо есть смысл. Потому что он не особо-то и горит. По-моему, я здесь был. А, нет, не был. Ну, ладно. Меня интересует... Что у нас по... Да, у меня перегруз до сих пор. Поэтому меня интересует только самое важное. Набор для шитья. О! То, что нужно. Изготовление. Нет. Это не то, что я хотел. Одежда? А как я могу его использовать? Ну-ка. У меня два спальных мешка. А зачем мне два спальных мешка? Давайте выбросим один. Точнее, давайте его на ткань порвем. Собрать. Десять тканей. Вот. О, согрелись. Нормально. Блин, надо попить. Так. Где набор для шитья? Меня вот интересует... Где он? Бра-бра-бра. У меня две удочки. Я вот удивляюсь, что у меня типа перегруз. Хотя я тут куча ненужного понабрал. Вот. Набор для шитья, чтобы изготавливать и чинить одежду. А как ее изготовить, я не понимаю. Расскажите мне, пожалуйста. Ну. Эх, ладно. К черту. Газета. Газета пригодится. Тем более, она весит немного. Но эти шкафчики посмотрим. Нету ничего. Нет, топорик нужен. Ух ты. О, антибиотики. Вот это прям вообще топчик. То, что нужно. Прям 100%. Вот что бы там ни было, но свежий... О, рыба такая, разделанная. Свежий сельдевидный сиг. Приготовленный. Ну ладно, окей. Холодильник. Да, нужно холодильник. В первую очередь, лекарства, еда. Вода даже не очень сильно важна, но все равно тоже надо. Особенно если какие-нибудь напитки, типа газировки и соков. Потому что они и немножко выступают в качестве еды. Ну, калории, в общем, нам накидывают. У, что это? Старомодная парка. Давайте возьмем. И факел. Пригодится, да. Шкаф. Давайте глянем. Приличный шарф из хлопка. Может пригодится. Так, плитка шоколада. Тоже забавно. Так, давайте заглянем наверх. Блин, что здесь нигде топор не могу найти? Реально, это так сложно, что ли? И сделать его тоже не могу. Ну, в принципе, логично. Как вы сделаете матреский бушлаг? Давайте понасобираю одежды сейчас. Посмотрю, что... Да, я понял, что перегруз. Извиняй, но придется сейчас все это немножко поносить с собой. Потом примерить. И выкинуть все ненужное. Мне нравится, когда ты набрал кучу одежды. Так ходишь, и прям жуткий такой ляск, стук, всего, что там в рюкзаке понамешано, понатыркано. Вот прям, не знаю, вот эти детали. Из этих вот всех маленьких деталей собирается такая вообще классная картина. Ну, точнее, атмосфера даже, скажем так, соблюдается в этой игре. Команды шития. И больше ничего интересного нет. Ну, ладно, хоть что-то. Сок, я аптечку проверил? Да, вроде проверил. Окей. Так, давайте посмотрим теперь, что из одежды. Что нового мы нашли. Вот это потеплее будет. Но меньше ветрозащита, меньше влагоустойчивость. Тяжелее она. Не знаю. Ух ты. Вот это прям потрепанно-моторский бушлаг. Но он холодный. Даже не знаю. Но у него это самое. О, давайте так. Носить. Но он хорош против воды. То есть он водостойкий. Ну нет, ладно, не будем. Так, посмотрим, что у нас здесь. Нет, наверное. Вряд ли. Не знаю, вот это, конечно, потеплее. Но че-то... А, ладно. Давайте наденем. Так, для этого мы ничего не нашли интересного. Не интересно. Давайте сразу это будем рвать, метать. Ой, нет, стоп. Какой нафиг ремонт? Собрать. Вот. Ой, блин, попить надо. Жуткая жажда. Блин. Ай-яй-яй, обезвоживание. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Попить. Все. Нормально. Сухость во рту. Жажды нет. Блин, у меня с ума у тебя теперь сухость во рту. Голод. Ну, голод чуть позже утолим. Ладно уж. Что у нас еще есть? Блин, до сих пор ша... А, во! Можно еще шарф напялить на себя. Давайте носить, например. Так, этот шарф хуже. Поэтому мы его порвем нафиг. Собрать ткань. Ткани у меня много. Я думаю, уже надо выкидывать все ненужное. И пойти, наверное, все-таки за топливом. Ну, то есть за дровами. Потому что... Так, давайте выкинем все ненужное. Потому что у меня тут дохренищу армейский ирб. Нифига себе! Ну, оставим это на крайний случай. Давайте что-нибудь поедим. Например, что у меня вообще из еды-то есть? Ну, вот эти всякие батончики ненужные нам съесть. Это тоже. Что там еще есть? Я даже нашел еду для собак. Прикиньте, корм для собак нашел. Так. Ну, вот это можно съесть. Приготовленное. Она же приготовленная, в принципе. Что нам? Ну, так. Хорошо. Свежая банка свинины с фасолью. Холодная. Ну, ладно. Холодная не надо. Вот это еще съедим. И немножко запьем все это. Какой-нибудь... А, водой. Ладно. Мы так уже почти полностью сыты. Поэтому водой запить. И вперед. Вперед. Уходим отсюда. А, нет, не уходим. Еще немножечко организационных моментов в виде выкидывания всего, что не нужно. Как, например, одежда, которая довольно много весит. Это не нужно. Например, что еще у нас тут? Вот это не нужно. Так. Ну, и в принципе, я думаю... Винобувь бы нам какую-нибудь другую подобрать. Но я не нашел, к сожалению. Знаете, выкинем один гвоздодер. Нафиг мне не нужно, наверное, потом. Ну, много весит. Много. Вот. Все. Что у нас с перегрузом там? Не, не то. 5 килограмм почти перегруз. Ну, ладно уж. Что там? Все. Пошел я искать либо какой-нибудь... Не знаю. Топливо. Там, древесину или что-то в этом роде. Либо топор. Да, пойду. Так. Вроде до ночи еще тут много времени. Осталось. Ладно, сейчас посмотрим. Может, что-нибудь найду интересное. Не могу бегать. Оу. О, нет. О, нет. Нет, 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 нет. Там волк. Нет, уйди от меня. Нет. Фу. Черт. Ай. Ааа. Уйди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тварь. 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 Черт. Нет. Откуда он? Аа. Блин. Черт. Ай-яй-яй-яй-яй. Потеря крови. Лечить. Риск заражения. Укус волка. 25%. Здоровье 43. Ё-о-о. ПРСТ. Откуда он вообще? Вылез-то. Ё-моё. Он просто из ниоткуда появился. Я бегал тут, хворост собирал рядом с домом. И тут нах. Выбежал. Откуда он вообще вылез? Там туман еще такой был. Ни хрена не видно. Я еще растерялся. А, ладно, так. Риск заражения 25%. Надо ли мне... А, ладно, чертов. Давайте не будем с этим делом шутить. Надо ли мне, не надо. Все, сделали. Болезни нет. Хорошо. Эээ. Хоть что-то. Здоровье 43%. Так, хорошо. Усталость. У нас усталость. Так, мы потихонечку согреваемся. Так что... Мы ничего не уронили? Вроде нет. Ладно. Я, блин, это, растерялся. Забыл то, что мог бы достать, например, какой-нибудь факел и отогнать его. У меня оружия нет. Вот в чем проблема. То есть, вот, нет оружия. Сделать его мне пока что нечего. Ну, конечно, теоретически можно взять какой-нибудь тот же ломик, которым я сейчас отпор делал. Но, блин, опять же, ломик. Да? Вот она его сама достала, когда уже на меня напрыгнул непосредственно волк. Вот. И мне только оставалось отбиваться разве что этим ломиком. И все. Блин, какая жесть. Слушайте, а может быть... Ух ты. Так это же кровь. Я, наверное, вернусь пока обратно, поскольку... Залечился. Ну, то есть, да, здоровье, конечно, не полностью сейчас потрепан ее такой. Но я вернусь на то место, посмотрю, во-первых, само место происшествия. Во-вторых, может быть, пока не стемнело. Смотрите. Мне прикалывает. Вот видите, даже такие детали соблюдены, как, допустим, вот то, что у меня была потеря крови. Я сюда шел, и такой кровавый след остался. Собственно, непосредственно это место. Волк куда-то туда убежал, да? Следы, к сожалению, я его уже не вижу. И почему-то, видимо, я его ничем не поранил. Поэтому я даже не могу найти никакой след кровавый. Вот. Поэтому, блин, я просто думал, раз я его типа отпугнул и отпинал, может быть, мне удастся его догнать и добить? Ну, я понимаю, это тупо, реально, крайне тупо сейчас рассуждать в моем положении. Потому что у меня даже оружия никого нет. Будет у меня хоть какой-нибудь банальный лук там, или что-нибудь в этом роде. Да хоть топор какой-нибудь, да? Ну, блин. Да, я понимаю, что становится сложно нести, но мне нужна древесина, чтобы эту ночь переждать. Аааа, ребят, я не знаю, не знаю. Этот волк реально просто из ниоткуда выполз. Выполз. Вылез. Ну, короче, ладно. Блин, фигово. Так вот неожиданно. Окей, ладно, а я в этой машине, интересно, проверял что-нибудь? Блин, офигеть, вышел, называется это. Проверить. Точнее, собрать хворост я вышел даже скорее. Бардачки ничего нет. Радио, естественно, не работает. Ладно. Ой, мог багажник даже открыть. Не знал. Батончик. Слушайте, надо было багажники, наверное, проверять. Ух ты, там вроде на заднем сиденье что-то лежит. О, шапка, шапка. Нормально. Нормально я зашел, удачно. Ну, что-то она нифига не теплая. А, она намокла. Ясно. И плюс она потрепанная. А если я ее починю? Хм, ладно, я подумаю насчет этой шапки. Давайте посмотрим, что... Пойду-ка я еще хворост пособираю, надеюсь, на этот раз без волков. Так, ладно, я более-менее пособирал хоть какой-то хворост. Осталось совсем немного до... О-оу. О, нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Надо валить отсюда. Нужно валить. Блин. Они, блин, откуда-то оттуда выли? Я, по-моему, здесь где-то видел какую-то лачугу. Хочу до нее добраться. А, блин, вон она. Далековато. Блин, волки воют. Или вон какой-то домик. Может, к нему? Оттуда выли волки. Ну, или мне так показалось, во всяком случае. Еще здесь какие-то вот есть непонятные нагромождения бревен. И... А, вон они. Вон волк. Черт. Ребята, спокойно. Нужно до дома добраться. Пока он меня не учуял. А он идет сюда прямо. Ай-яй-яй-яй-яй. Я еще не могу бежать, потому что у меня перегруз. Или потому что здоровье неполное. Может, это и то. А может, из-за того, что усталость. Смертельная усталость даже. Хочется пить. Быстрее. Быстрее. Вон он ходит по льду. Ну, падла, я тебя отомщу. Это, скорее всего, тот же самый волк. Я практически уверен в этом, ребят. Я чувствую. Понимаете, после вот схватки с таким хищником, ты чувствуешь, когда это вот тот же самый хищник. Ну, ладно. Не знаю, ребята. Ладно, нам по-любому нужно сейчас добраться до дома, потому что до ночи осталось 3 часа. Соленый крейкер. Хорошо. В этом доме я еще не был. Может быть, блин, я все-таки найду здесь долбанный топор. Что-то под столом валяется. Подушка. Охотничий нож требуется, чтобы ее распотрошить. Так, ну хорошо. Здесь есть камин. Что круто. Деревянные спички. То, что нужно. И, в общем-то, топор я не вижу. Если он только... Что? А, блин. Мне почему-то сбоку показалось, что это лежит то ли ружье, то ли опять же какой-то черенок. Так, металлическая сковорода. Ну, это ладно. Фиг с ним. Так, надо будет сейчас поесть, попить, потому что опять же проголодались. Так, рыба. Неплохо. Надо будет еще научиться здесь ловить рыбу, потому что здесь реально можно ловить рыбу. То есть делаешь прорубь, ловишь рыбу. Ой, блин, она совсем медленно передвигается. Понабрал я. Ну ладно, сейчас давайте облегчим немножко. Например, пить. Выпьем. Выпьем, так сказано, конечно, хорошо. Так, ну все равно не сильно проще стало передвигаться, конечно. О, приличные шерстяные кальсоны. Неплохо. Возьмем. Так, новый спортивный жилет. Спортивный, правда. Не знаю, не знаю. Новый рыбацкий свитер. Все новенькое. Ай, я вообще медленно. Воу. Эй. Труп. Я даже стреманулся поначалу, офигеть. Я могу вообще. Ладно, окей. Ну, да. Почему-то я так думал, что у меня чинит. А я думал, куда все подевались. Ладно. Я что-то даже перепугался реально поначалу. Потому что, ну, е-мое. Поношенная рубашка. Я не буду ее брать. Так, давайте посмотрим. У нас реально до хрена всего. Что у нас? Смертельная усталость. Голод. Надо что-нибудь поесть. Что у нас есть поесть? Ну, например, вот этот армейский ирб. А те, я его, наверное, лучше оставлю. Давайте возьмем вот это. Арахисовая паста. Хотя ее тоже. Надо сначала есть то, что меньше всего нам, как бы, пользу. Точнее, как меньше. Я даже не знаю, как это сказать. А, блин, я уже запутываюсь немножко. Мыслишь. Что-то меня этот труп выбил как-то из калии. В смысле сбил. Ладно, неважно. Блин, у меня столько этих факелов. Нужно их прям вообще использовать и использовать. Так, давайте посмотрим. Вот, шапка. Давайте попробуем ее зашить. Типа отремонтировать. Вот. Ну, да, набор для шитья. Надо сейчас... Да-да-да, надо сейчас отдохнуть. Развести огонь и отдохнуть. Так, хорошо. Это мы заштопали. Вот. Вот эту всякую фигню. Поесть, например. Правда, она и весит немного. Так что не знаю. Так, например, вот этот. Хрень. Шсот калорий. Ничего себе. Ладно. Ну и все это чем-нибудь запить. Например, газировкой. Да. Так, 2500 калорий максимально. Хорошо. Ну, может быть, не так хорошо, как хотелось бы. Ну, в любом случае. Так. И теперь что? Смертельная усталость. Блин, было бы неплохо. Слушайте, а здесь вроде тепло. То есть, может быть, можно и так прям поспать. Просто сейчас пока буду разводить огонь. Она, блин, еще больше устанет. Я не могу бегать. А! Ботинки! Ну-ка, ну-ка. Э, кожаные туфли. Да, спасибо. Называется. Спасибо! Ну-ка. Да, они явно лучше. Правда, они намокли немножко. А я могу их высушить? Высушенная кожа. Ремонт. Ладно, не до этого сейчас. В любом случае, давайте их наденем. Так. И вот шапку. Все, хорошо. Теперь хорошо. Теперь можно спать. Ложиться. Например, ну, до хрена спать. Потому что сколько там? Ну, 10 часов, например. Я надеюсь, получится. Ну, точнее, как-то не зафейлю я таким долгим отдыхом. И то, что, типа, огонь не развел. Мы выжили один день 21 час и 36 минут. Круто! Да, я ни хрена не вижу. Почему? Потому что... Воду пить хочешь? Давай, зажигай. Отлично. Жуткая жажда. Просто жуткая жажда. Давайте попьем что-нибудь. Газировку там выпьем, например. Заодно, типа, калории восстановим. У нас всяких вот этих соков. Апельсиновая содовая вода. О, нормально. Они так неплохо, кстати, жажду утоляют. Я смотрю. Ну, это же содовая. Ну, ладно. Так, это мы сделали. И калории восстановили, и попили. Все круто. Теперь надо что-нибудь, не знаю, найти полезное. Бутыль воды. Еще одна. Хорошо. Что тут еще интересное есть? Например, рулон газеты. Например, ничего. Полотенце. Даже медикаментов нет никаких. Черт, это плохо. Что, зажечь? Мне показалось, или было написано зажечь? Нет, наверное, показалось. Глюки, 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 Фрост, глюки. Да, ну ладно. Так, давайте посмотрим, что здесь. Потрёпанные спортивные носки. Блин, что-то у меня какой-то перегруз. Набрал хворост и не использую его. Приличный спортивный носки. Хорошо. Безбольная кепка. Кому придет в голову надеть, это зимой. Ну, если у тебя вообще никого не будет, допустим, да? Дверь шкафа осмотрена. А, да, там эта хрень. В принципе, я могу куда... О, вот эта полезная штуковина. Правда, она весит, до хренища. Блин, надо разобраться мне с инвентарем. Поэтому я, наверное, друзья мои, оставлю этот эпизод так. Что-то темно уже здесь стало как-то. Ну, ладно, неважно. В принципе, как и в игре. Я закончу этот эпизод здесь. У нас перегруз аж почти 20 килограмм. Офигеть, жизнь какая-то. Вот. Разберусь с инвентарем сейчас, но уже за кадром. А, ну, непосредственно видео обрублю именно тут. Продолжим в следующий раз. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, друзья. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, то обязательно не скупитесь на лайки. Пишите свои отзывы в комментариях. Может быть, даже какие-то советы для меня. Потому что, ну, я не знаю. Вот мне нужно как-то найти топорик, там, оружие, чтобы отбиваться от этих волков и всяких других хищников. Чего у меня сейчас пока что нет. Я даже не особо знаю, где их искать или как сделать. Вот. Может быть, вы знаете, если играли в эту игру или хотя бы смотрели. Но, в любом случае, разберемся в следующем эпизоде. Еще раз спасибо за просмотр. С вами был, как обычно, я, Frostfire. Желаю вам удачи напоследок. И увидимся в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok